Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в студии Наталья Ильина. Городская администрация начала прием заявок от горожан о включении тех или иных общественных территорий в программу формирования комфортной городской среды. О комфорте и красоте нашего любимого Петрозаводска и о том, бережем ли мы сами те объекты, которые стали удобными и красивыми, поговорим с гостем нашей студии сегодня Ксенией Ивановой, начальником управления по благоустройству и экологии. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сразу начнем. Итак, программа о формировании комфортной городской среды. С какого года она действует? Программа о формировании комфортной городской среды реализуется уже с 2017 года на территории города Петрозаводска. Основная цель данной программы – создание систематического повышения комфортности окружающей среды, а также прием инициатив от граждан, которые в дальнейшем уже формируются и реализуются на территории города. Это в качестве уже благоустройства. В основном благоустройству подлежат общественные территории, это скверы, парки, но также решаются проблемы дорожной инфраструктуры и пешеходной инфраструктуры. Начался сейчас новый этап приема заявок. Расскажите, до какого числа он продлится? С 28 января дан старт приему предложения от граждан, инициативных групп и организаций города по приему предложений по благоустройству общественных территорий, которые будут подлежать благоустройству в 2023 году. Прием предложений у нас завершится 28 февраля. То есть территории, которые будут выбраны сейчас, они только в 2023 году начнут их приводить в порядок? Да, все верно. А что нужно сделать, чтобы представить территорию на участие вообще в проекте? В соответствии с нашим порядком, утвержденным по приему предложений, необходимо направить заявку утвержденной формы, подготовить дизайн-проект, также фотографии текущего состояния территории. И если есть утвержденная локальная смета, то ее можно тоже представить. И иные документы, это может, например, сбор подписей за поддержку проекта. А как именно? То есть куда-то нужно сходить, принести? Или все это уже в электронном виде, в принципе, делается? У нас два способа приема предложений. Это, конечно, по электронной почте, указанные у нас в порядке. И можно уже на бумажном носителе тоже приносить в администрацию города. Вообще вся информация о реализации проекта «Комфортная городская среда» у нас размещена на сайте администрации в разделе «Комфортная городская среда». А также можно получить консультацию специалистов Управления благоустройства и экологии по телефону 713566. А от кого вы принимаете эти заявки? То есть это должна быть какая-то инициативная группа горожан или какое-то предприятие, например? У нас заявки принимаются от граждан, инициативных групп, от организаций, которые готовы вместе с нами сделать город более комфортным и благоустроенным. То есть если мы говорим о благоустройстве двора, должен быть какой-то один такой активный человек, который соберет подписи, я так понимаю? Да, если мы говорим про дворовые территории, то это да. И потом в дальнейшем уже обращаются в управляющую организацию, которая управляет многоквартирным домом. Давайте, прежде чем мы с вами продолжим обсуждение, посмотрим сюжет, который подготовили мои коллеги. Там как раз рассказывается об одной удачной такой территории, которая поучаствовала в программе. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Карельской столице продолжают благоустраивать дворовые территории. Так во дворе дома номер 14А на улице Ной-Бранденбургская вовсю кипит работа. Подрядчик уже установил скамейки и освещение, а также урны возле подъездов. Сейчас здесь готовят основание под асфальт. Уложить новое покрытие и закончить благоустройство здесь планируют уже до конца текущей недели. А жильцы дома рады, что во дворе наконец-то появится асфальт. С 13-го года я живу в этом доме. То есть с конца 13-го, получается, мы сюда переехали. И была такая мысль о том, что в доме ничего не делается. Здесь дороги как-то не было. С построения дома, получается, 47 лет дома, она вообще не ремонтировалась даже. Это все с годами разрушилось. Частично было асфальт, все равно было ямы, щебень. Как таковой дороги не было. Проинспектировать действия подрядчика приехали и представители власти. После того, как работы здесь будут закончены, специалисты проверят их качество. Мы видим, все подготовительные работы проведены. По, так сказать, просьбе жителей даже выведены уклоны. То есть, когда пойдет дождь, чтобы не образовывались лужи и потом как бы тонули, так сказать, машины, и жители не могли пройти по своей дворовой территории, сделаны уклоны в одну и другую сторону. То есть, прошел дождь и, так сказать, асфальт будет чистым. На благоустройство дворовых территорий в этом году выделено 62 миллиона рублей. И подрядчики завершили ремонт уже на семи объектах в разных районах города. Еще 15 дворов находятся в работе. Закончить планируют до конца августа. В этом году у нас будет благоустроено 35 дворовых территорий, в том числе данный двор. И в рамках проекта в этом году выполняются работы только по минимальному перешню. Это асфальт, скамейки, урны, освещение. До 1 августа у всех желающих благоустроить дворовую территорию своего дома есть еще возможность подать заявку в администрацию Карельской столицы на участие в конкурсном отборе программы формирования комфортной городской среды на следующий год. С информацией об участии в программе можно ознакомиться на сайте администрации города. Наталья Ильина, Максим Зверев, Служба новостей. Ксения, по традиции за проекты будут голосовать сами горожане, правильно? Да, как и в прошлом году у нас будет проводиться рейтинг голосования в онлайн формате на единой федеральной платформе 10городсреда.ру. Но какая разница с прошлым годом? У нас сроки поменялись, голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая. И по результатам рейтинга голосования будет отобрано также 7 общественных территорий, которые будут подлежать благоустройству в 2023 году. То есть, в принципе, как и в прошлом году, было сначала 14 проектов, из которых выбрали 7 уже победителей. А сколько планируется выделить средств из бюджета на эту программу? Ну, получается, ежегодно у нас выделяется порядка 25 миллионов на 7 общественных территорий. Например, в этом году у нас тоже будут реализовываться проекты благоустройства. У нас 7 территорий. В основном это будут детские игровые и спортивные площадки. Две территории в районе Ключевая, Соломином, Древлянка, Октябрьский район. Общая сумма на реализацию этого проекта составит около 28 миллионов. И за следующий год примерно также на этом уровне будет выделено финансирование. А вот проекты, которые будут выбраны сейчас и их начнут уже делать в 2023 году, когда конкретно сроки работ или их пока что еще нет? Ну, если сравнивать с этим годом, то у нас примерно работы начнутся в апреле следующего года и завершатся в сентябре. А вот в этом году, уже в 2022, объекты, которые победили в прошлом, получается, году, какие будут благоустроены уже, и тоже интересно было узнать было горожанам. Ну, уже на текущую дату у нас заключены все муниципальные контракты, определены подрядчики по благоустройству общественных территорий. У нас появится спортивная зона в спортивном сквере на улице Антонова. Детская игровая площадка. В прошлом году у нас был произведен демонтаж. В районе Ключевой 14 детского обороны в связи с его аварийным состоянием подготовлена уже площадка, и в этом году уже в рамках контракта у нас будет установлено новое современное оборудование. Также появится детско-спортивная площадка на Березовой аллее. Это сквер Березка в районе дома 40. Появится тоже многофункциональный спортивный комплекс в Соломино. Это сквер Трудящих в районе улицы Труда. И появится такая небольшая зона отдыха с детским оборудованием дошкольного возраста. Это на Октябрьском проспекте в районе дома 40. И также появится площадка с интересными музыкальными инструментами в губернаторском саду. Вы сказали про подрядчиков. А как-то будет контролироваться их работа, чтобы не было таких случаев, что что-то не понравилось горожанам? Да, у нас обязательно участвуют и в приемке, и следит за ходом производства работы инициативная группа. Мы выезжаем с ними совместно. Каждый этап работ мы контролируем. Также мы заключаем договор на строительный контроль. То есть это эксперты в области строительства, которые также контролируют весь процесс производства работ на объектах. И по сравнению, например, с прошлым годом, правильно понимаешь, что будет такая же практика, что если какие-то найдены недочеты и так далее, все это будет предоставлено подрядчику, чтобы он исправил? Да, в случае, если по результатам проверок входа производства работ будут зафиксированы какие-то недостатки, дефекты в выполненных работах, мы направляем обязательно претензию со сроком устранения. В случае неустранения данные работы просто не будут приниматься и оплачиваться администрацией. А вот если мы вернемся к тем проектам, которые уже реализованы, какие вам самой очень нравятся? И вы прям смотрите, думаете, какие красивые у нас получились площадки, дворы, территории. Для меня наиболее такой значимый, который мне очень любим, проект, это проект благоустройства Березовой аллеи, который был реализован в 2019 году. Мне очень нравятся эти уютные парковые качели, цветочные вазоны, а также арт-объекты, которые появились на территории, это гранитные шары и шахматные столы. Причем установку шахматных столов мы, можно сказать, воплотили уже, когда реализовывали проект. То есть на стадии, когда мы разобрали, мы не думали, что мы установили шахматные столы, мы увидели, как среди берез в летний период старички играли в шахматы, и мы им создали такую зону, где они могут уже на стационарных шахматных столах играть в шахматы. И еще один мой тоже любимый такой проект – это парк железнодорожников с его такой металлической входной аркой, а также детская площадка, стерилизованная в железнодорожном стиле. И в прошлом году вместе с инициативной группой мы реализовали такой проект – это Машизерский сквер. Все зоны функциональные, которые должны быть в парке, мы все обсуждали с инициативной группой, и также мы сделали задел на будущее. Мы посадили саженец ели для того, чтобы потом его украшать в новогодние праздники. А мы можем с вами подвести какие-то, назвать конкретные цифры за все время существования и реализации этого проекта «Формирование комфортной городской среды». Вот столько-то было облагороженной территории, столько-то стадионов и так далее. Ну, с 2017 года у нас обустроено 26 общественных территорий. Порядка шести спортивных и детских площадок новых у нас появилось на территории города. Также появилось две площадки для дрессировки собак. И около 200 скамеек мы установили на общественных территориях. Более 30 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек у нас получилось обустроить, а также заасфальтировать более 20 тысяч тротуаров и проездов. И также появилось больше 150 светоточек, то есть новых объектов наружного освещения в городе. Вот, к сожалению, несмотря на такую красоту, которая получается в итоге, в Петрозаводске нередки случаи вандализма. Вот недавний, самый громкий, наверное, у церкви Ильи Пророка. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили мои коллеги. Парк «Лес Победы» между Первомайским проспектом и улицей Антиканина известен мемориалами, связанными с войнами. Здесь установлен колокол скорби, первый в России памятник погибшим во время боевых действий в Чечне. Их родители и друзья приходят сюда не только в день вывода войска и окончания конфликта. На территории этого парка возведен храм в память о жителях Карелии, погибших в Афганистане и в зонах иных локальных конфликтов. Афганцы собираются не только у черного тюльпана, он находится по соседству, но и здесь. Решили, что парку не хватает беседки и установили ее. Мы сделали же прекрасное, красивое место. Последний факт три дня назад разрисовали беседку. Сделано для матерей, в принципе для всех жителей сидеть, отдыхать. Летом, осенью стали тут непонятно, ну что говорить, бичи, непонятно кто, пьют. Бутылки оставляются, окурки, водка, пиво. За самой уже, получается, беседкой устроили общественный туалет. Беседку перенесли после того, как понадобилось место для памятника матерям. Он был открыт в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Памятник установили, а для беседки нашли другое место, немного в глубине парка. И вот после этого начались проблемы. Постройка сейчас выглядит удручающе. Все выломано. Постоянно только делаем, 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 делаем. Вандалы пытались поджечь даже церковь Ильи Пророка. Есть фото с видеокамеры, которую установили афганцы. Найти поджигателя пока не удалось. Да, с прошлого года ездят патрули. Таких пешеходных патрулей нет теперь у нас в Карелии. Нету. Только есть автопатрули. Но, естественно, автопатруль, он проезжает по дороге, он смотрит, пока ничего нет. Тем более летом или зимой за деревьями тех же беседок не видно. Возмущают ветеранов и, казалось бы, безобидные хозяева собак. Понятно, что у людей есть и животные выгуливают собак, но не место, святое место, церковь, площадь, памятник мамы. Я прошу людей относиться к трудам человека, к людям добросовестно. Потому что и уважать погибших ребят, которые отдали свою жизнь молодую, 18-20 лет. Ветераны просят городские власти установить камеры видеонаблюдения, которые будут направлены в сторону памятников. Обещают, что если ничего так и не изменится, будут сами дежурить на этой территории. Афганцы уже побывали в роли следящих за порядком и нашли тех, кто разорвал у черного тюльпана российский флаг. А также подростков, которые ездили по территории на мотоциклах. И если найдут вандалов, орудующих в этом парке, вряд ли ветераны их простят и отпустят. Юлия Кучеренко, Алексей Миронов, Александр Борисов. Служба новостей. Вот в сюжете прозвучало, что ветераны-афганцы просят установить камеры видеонаблюдения. В силах ли администрации установить столько камер и на всех местах, где они необходимы? Да, конечно, администрация работает в данном направлении. В том числе мы обращаемся к интернет-провайдерам города за помощью в установке дополнительных камер видеонаблюдения по городу. И они идут нам на встречу и в какие-то моменты они устанавливают эти камеры. Но потребность все равно остается в установке камер. И она требует, конечно, значительных финансовых средств на установку и дальнейшее обслуживание. Но вот по данному случаю, который мы сейчас рассмотрели в сюжете, мы рассмотрим возможность установки камеры. А вот как вы думаете сами, поможет ли наличие камер остановить вандалов как-то, может быть? Ну, это может стать первым этапом тому, чтобы снизить уровень вандализма в городе. Но, конечно, должна проводиться комплексная работа, в том числе разъяснительная о недопустимости порчи городского имущества. А вообще, насколько остро в Петрозаводске стоит проблема вандализма? Вот есть какие-то цифры у администрации? Вот за прошедший год сколько объектов городского имущества было повреждено? Конечно, ежегодно у нас фиксируются факты вандализма в городе. Вот примерно за прошлый год у нас пострадало порядка 20 объектов внешнего благоустройства. Это мы говорим о детском игровом оборудовании, скамейках, урнах, информационных стендах. В основном это, конечно, появление надписей, в том числе нецензурных на данных объектах. И, конечно, это сломанные элементы, в некоторых случаях даже выломанные элементы, которые иногда даже не подлежат ремонту. Требуется их полная замена, что значительно тоже ложится на бюджет города. И сейчас вот тоже в последнее время участились случаи повреждения новогодних световых конструкций и новогодних елей, к сожалению. А вот вы сказали, цифры за прошлый год. Есть ли какие-то уже цифры, итоги за начало этого года? Или пока что еще не считали? Ну, пока что таких цифр у нас нет. А можно ли, как вы думаете, решить проблему вандализма только силами государства? Или нужно привлекать еще дополнительно людей, общественников? Ну, как я говорила, должен быть комплексный подход. Должны проводиться разъяснительные работы, в том числе и на уровне образовательных учреждений. То есть должны проводиться как такие уроки, либо беседы с подрастающим поколением. На уровне родителей тоже возможно вот эти беседы проводить. Должны также размещаться информация в СМИ, потому что и факты, которые совершил вандал, и какие меры к нему потом были применены. И также это должен быть ручной труд и, конечно, участие и в акциях по посадкам зеленых насаждений и уборке города, которые как раз и мотивируют жителей бережно относиться к имуществу городскому. А может быть поступали какие-то в администрацию от горожан предложения? Может быть они сами какие-то предлагали способы бороться с вандализмом в Петрозаводске? Ну, в основном, конечно, жители обращаются, чтобы установить дополнительные камеры видеонаблюдения. Где-то возможно остановить опоры наружного освещения, потому что темно, и это как раз, можно сказать, сподвигает вандалов совершить те или иные действия. Но и тоже пожелание от жителей – это увеличить кратность патруля полиции на основных местах массового отдыха жителей. А вот что, например, делать человеку, который идет по городу и видит, что какой-то памятник, детская площадка испорченная? Что им нужно делать? Ну, нужно в обязательном порядке обратиться в полицию и в единую диспетчерскую службу. Я бы хотела со своей стороны, конечно, поблагодарить жителей за их бдительность и ответственную гражданскую позицию, потому что к нам эта информация поступает оперативно, и мы оперативно принимаем меры к этим фактам и направляем всю информацию в полицию. А вот вы сказали, администрация сразу принимает меры, как только поступает запрос, да? То есть, получается, за средства бюджета города ремонтируются или как-то закрашиваются, например, какие-то надписи на стенах? Да. Или это вандал потом его когда находят, за его средства оплачивается? Ну, бывают разные случаи, но в основном, да, конечно, администрация принимает оперативные меры по закраске надписей, и потом уже в случае, если виновное лицо уже будет найдено полиция, мы эти все расходы уже взыскиваем в судебном порядке. У вас, как у представителя администрации, сейчас есть возможность в эфире обратиться к гражданам и с призывом о том, чтобы беречь имущество, которое таким трудом и с помощью той же программы «Формирование комфортной городской среды» в нашем городе улучшается. Что бы вы сказали? Ну, хотелось бы, конечно, обратиться к жителям города, чтобы они бережно относились и к общественным территориям, и к муниципальному имуществу, потому что только совместными усилиями мы сможем сделать город комфортным, чистым и благоустроенным не только для нас, да, с вами, а для будущего поколения. И хотелось бы еще жителей попросить более активно участвовать в решении городских проблем и в решении вопросов, связанных с благоустройством, с развитием городской среды. Ксения, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Спасибо, что пришли к нам. Обязательно приходите еще. Спасибо. Гостем нашей студии была Ксения Иванова, начальник управления по благоустройству и экологии. Тему дня вела Наталья Ильина. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин